Добрый день! Сегодня наш гость Александр Спаринский, композитор, продюсер, человек, который умудряется объединить необъединимое танцы, музыку, живопись, мультипликацию, все, что называется world music, технические средства музыкальные. Конечно, никто больше так не разбирается в компьютерных применениях компьютеров музыки, как мой сегодняшний гость Александр Спаринский. Спасибо за какие комплименты, но действительно тут не то, что можно погордиться, просто приятно самому ощущать себя полноценным жителем 21 века, потому что не имея в руках палитру под названием синтюк или писюк, или компьютер, как мы так сказать, говорим более академически, по-моему, сегодняшний творец, просто как личность, не может состояться, потому что сегодня век технологий, который немыслим без хороших помощников, вот как этот карандаш на столе. В данном случае PC-экран, PC-системный блок или вот большая металлическая шкварка, которая возле меня стоит, которая называется синтезатор, это моя вторая, третья клавиатура, четвертая, параллельно с роялем и еще куча разных коробок. Почему? Да потому что сегодняшние возможности его величества синтезатора, наверное, произошли все самые ожидаемые и неожидаемые предположения, ну, моих, так сказать, наших старших коллег. Ну, что очень просто, ну, представьте себе, оркестр, ну, оркестр, 3-4 группы инструментов, дудочки, скрипочки, дерево, ударные, а по количеству тембров-то на двух руках можно посчитать и все, вот те, вот те все инструменты. В самом таком навороченном инструменте минимальный пакет тембров составляет 612 с развернутыми платами, так сказать, со всеми апгрейдами, это за тысячу. Вот и представьте себе, какую возможность, какую платформу для самовыражения получает, ну, получает мистец, получает творец, а уже как он воплощает свои задумки или задумки режиссера, или задумки кого бы угодно. Да, вот, наших маленьких деток, которые с удовольствием любят играться с синтюками, я не случайно говорю, у меня двое маленьких, которые с первого дня своего существования начали пиликать на чем? Да на синтюке, потому что те возможности и ту способность инициировать творчество дает только информационная технология. Как ты их освоишь, так они и будут с ними шагать по жизни. Вот, Александр, расскажите о ваших успехах как раз именно в творчестве для детей. Потому что не секрет, что мой, например, сын, да, он вас знает по вашему творчеству, а уже потом, что дядя Саша там иногда нам встречается. Понимаешь, с одной стороны, это, да нет, со всех сторон, мне лично это импонирует, потому что, по моему глубокому убеждению, человек, который не, где-таки чудово, украинское слово, щирый, не откровенный, нечестный, дети, как никто другу, чувствуют фальш. То есть, ну, какой-то, из разных причин выработана какая-то многомерность, сознание, мышление и так далее. Ну, к счастью, так сложилось, что я эту границу еще не переступил. Именно поэтому, вот, ты говоришь, твой киндер, который самый юный, а есть, так сказать, ну, поверь, что есть целый ряд взрослых сегодня субъектов. Я уже не переживаю, я говорю о людях, у которых уже самих есть, дети, внуки. И они еще помнят мои сказочки, которые росли, которые росли под музыку Спаринского, какие-то там выродливые жабки, какие-то там горбоконики. Понимаешь, ну, во-первых, подчеркнусь, не потому что я пришел на айтишную передачу, это просто, ну, необходимый атрибут. Если ты не пользуешься современными средствами, а кто, как не дети или тинейджеры воспримут современность твоего, как творца? Или ты замшелый ортодокс, который лобает симфонию. Я абсолютно серьезно говорю, лобает симфонию, потому что никогда вы не задумывались, что симфоническая музыка, как эстетика, умерла именно потому, что за счет своего конструктивизма. Симфоническая музыка – это конструкция, это плетение лейтмотивов, они лишены спонтанности. А джаз, тем не менее, пришел на своеобразную смену этого пласта. Да почему? Потому что люди открыли для себя, творцы, исполнители, открыли для себя платформу под названием информационной технологии со всем богатством красок, со всеми творческими возможностями. Ну, чтобы не быть голословным, давай покажу. Ну, просто вот так вот, от фонаря какие-то звуковые ассоциации, которые просто прививают вот это вот, вот это вот штучка. Ну, поскольку мы, как говорится, ты только что мне комплимент, поскольку мы все молодые, ну, давайте что-то замутим, ну, такое, ну, явно молодежное. Симфоническая музыка Ну, с другой стороны, ну, вы скажете, да, ну, попсу, любой может лобать попсу. Ну, хорошо, давайте слобаем что-нибудь другое. Ну, например, ну, то, что, ну, вот как наши ортодоксы очень любят, например, что-то такое вот, типа, ну, народ же очень страшно любит, ну, классику, ну, правда, это что-то с чем-то обуревает. Давайте сыграем какую-нибудь. Ну, токату! Или уйдем в какие-нибудь, ну, в какие-нибудь, ну, хоровые дебри, ну, в какие-нибудь под названием Д-26, например. Темп не устраивает, темп не устраивает, и мы добавляем темпа. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, и любой бы человек спросил, ну, так, а зачем тогда эти, ну, мы, мыть си, когда каждый возьмет, сядет, начнет лобать и, как говорится... Ну, я бы сказал, тут есть такой простой ответ. Инструментов моря, количество проданных и постоянно обновляемых средств, беспределенно растет, с одной стороны. А с другой стороны, если смотреть и подумать, люди-то оценивают конечные результаты. Вот то, что я сейчас сам наиграл, это абсолютно спонтанно. Это чистые наброски, так же самое, вот, например, маленькие секреты творчества, так же самое я это воплощаю, например, для первого приблизительного показа некой музыкально-ассоциативной картинкой режиссера. С инструментом понятно, возможности инструменты классные. Зачем это нужно музыканту? Зачем это нужно творцу? Я думаю, в первую очередь для того, чтобы хотя бы в первом приближении, вот как мы сейчас баловались, донести какую-то мысль, предложение будущему слушателю, будущему заказчику, режиссеру, поэту, с которым можно завтра написать песню, или театральному метру, который ищет музыкальный ряд, какой-то достойный, достойную музыкальную палитру для своего детища. Это первая пристрелка. Хочу, чтобы просто зрители тоже сразу поняли, что, с другой стороны, вроде при наличии таких мудрых или, так сказать, умных помощников, так получается, что и человек-то не нужен. Но это сродни, если сказать, что вот пускай компьютер пишет поэму или пишет стихи. Как бы все эти пробы были, в том числе создание электронной музыки, путем только простого компьютерного моделирования. Ну, разница-то, по моему мнению, да не только по моему, разница в одном. Персона, человек, в силу целых ряда причин, он вносит нечто свое в это создание, в это творение. И больше ничего. А вот мерилом, будет ли это попса, или умца-умца, или с ранку до вечера, с ночи до ранку, вот это вот и есть мерила собственной состоятельности. Или ты находишься на уровне попсы и дальше не выйдешь, или ты лезешь в какие-то иные дебри. Ну, а об успехах этого поиска, ну, пусть судят зрители. Для этого мы и работаем, для слушателей, для зрителей. Понятно, что никакой синтезатор не заменит живую скрипку или живую флейту, или он будет звучать похоже, но не так богато. Но возможность комплексного звучания позволяет композитору, как я понимаю, более широко услышать и в первом приближении услышать всю симфонию или все звучание совместных инструментов вместе. Чем это помогает вообще? Как делается, как пишутся ноты в этой ситуации? Ты совершенно прав. Вот именно вот эту сторону очень многие не понимают. Просто признавая за синтюком, ну, как говорится, как бы готовую палитру. Просто все модели, которые я вам сейчас продемонстрировал, их там еще много-много тысяч, это модели для, назовем так, демонстрационного показа. Вот второй элемент, который также связан, может быть, даже в большей мере с IT-театологами, это второй элемент. Это когда вот эти наброски путем какого-то кропотливого вылизывания, причесывания, моделирования по высоте, по длительности, по динамике превращаются в более-менее законченную партитуру. Вот, а реализуется это самым простым методом с помощью... У меня лично, к своему стыду, я еще не маковский, но все равно я PC-шный пользователь с помощью обычного мультитрекового рекординга. Когда вот эти все треки я привожу к какому-то общему знаменателю, а происходит это элементарно, давайте покажем. Давайте поглядим, что с этим происходит. Просто, воевла, где там лежит у нас. Вот он. Так что это такое? Вот одна из работ, на которой я сейчас работаю. Один из проектов, над которым я сейчас работаю. Вот, например, я вам показываю, например, один из звуков. Это звук засемплированный, то есть оцифрованный звук такого фантастического инструмента, который я нашел в Австралии, называется дуджи лиду. Вот эта графическая инкарнация нашего файла уменьшается, исчезает, увеличивается. Это первая составляющая. Я открываю этот файл снова, и мы слушаем всю палитру, что это такое. Просто я вот таким элементарным методом. Дуджи лиду и украинская флейточка. Я добавляю салада. Дуджи лиду и украинская флейточка превращается в какой-то совершенно необычный микс. Что это за работа? Переходим к следующему элементу. А здесь у меня прописаны фантастически ударные. Это с наблюданых инструментов Арснова. А к концу я маленький сыркс и брызг расскажу, что это будет за альбом. Вот барабаны. Это шаманское действо. С флейточкой. Естественно, это наши украинские вещи. А тут появляется хоровая музыка Ивана Купала. Вот мы можем все это видеть. И снова ударная перекладка. То есть, таким образом, я на элементарнейшем примере, вроде бы, да, все просто, какие-то 8-10 дорожек, и как-то оно все так просто, кнопочку нажал. Не хочу, как говорится, принизить, собственно, творческую составляющую. Потому что, поверьте, каждый из этих сегментов, а это сегменты, вы согласны, это мультитрековые сегменты, они вложились в один темп путем специальных цифровых интерполяций. Вот, Игорь, что это такое? Темпа ритмическая укладывалась, тональная укладывалась, потому что дуджу-риду это не инструмент, который можно по черным и по белым клавишам играть. Дуджу-риду это такая дудка размером с эту плазму, на которой надо дудеть. Она дудит только в одном тоне. Но все вот эти манипуляции со звуком, это вторая составляющая вот нашего IT, сегодняшнего композиторского процесса. А, скажи, вот получается, ну это просто микс, что ли? Ну, по большому счету, да. Совершенно верно. Это то же самое, о чем мы начинали наш разговор. А что такое любая музыка, симфоническая хоровая, это микс определенных тембров. Но здесь определяющим есть задача, какую ставит автор. Вот задача показать шаманские, языческие какие-то преддавние истории под названием Купала. Что такое Купала? Это целый комплекс потрясающих праздников, последние пару тысяч лет ставшими на службу Ивана Крестителю в христианской церкви. А до этого это была квинтэссенция разгула, промискуетета, любви, собственно, того, ради чего мы живем. Ну, кроме микса, я так понимаю, что это еще значительно экономическая составляющая для продюсера. То есть, так вот, для того, чтобы человек услышал, как это вместе звучит, шаманы и хор, и симфонический оркестр. То есть, нужно достаточно много денег заплатить всем, чтобы они вместе собрались и сдали какие-то звуки. Именно вместе, совершенно верно. Но, тем не менее, запись, то хоров, это же адекватная запись, это просто домашняя коллекция. Таким же образом, я, там, н лет назад выпускал предыдущий диск, потом последующий. То есть, это домашняя коллекция. Затем, обменявшись мнениями, какими-то мыслями с музыкантами, с хорошими музыкантами, поскольку с ними работать проще, мы приходили к какому-то консенсусу, людьми сбрасывали некие сэмплы. А рождалась эта мысль, вот таким образом вы можете увидеть маленький видеосюжет, как мы начинаем дома, просто дома импровизировать. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажи, Александр, а World Music, что это такое? Ну, с одной стороны, это, как во всех энциклопедиях написано, это современное прочтение любых афнатических источников. То есть, современное прочтение. Это не архив, это не архивные записи, которые лежат на рентгеновских пленках и так далее. Я же это дело попытался воплотить не потому, что, ну, слишком хорошо знаю эту фольклорную музыку Украины. Это само собой. Ну, согласись, с 12 лет, играя свадьбы и встречая гостей, так или иначе будешь знать, что поется на этой земле, что танцуется. Захотелось попробовать, ну, в частности, путешествия по разным весям, там, от Австралии до Европы, увидел просто нереализованный спрос на такую музыку. Почему в Канаде мы можем купить World Music с острова Бали или из Армении, а из Украины не можем? И тогда родилась идея создать что-то украинское. Родилась, эта идея воплотилась в дисках Рождество Христово, Выходите, Веснянки и, наконец, Купальском диске. Ну, а что еще? Ну, главное, что творчество, вы сами понимаете, что это мотивация. После того, как эти диски просто, ну, стали пользоваться очень повышенным способом, скажем так. А рядышком в социуме, в котором мы живем, просто на глазах стали появляться коллективы, которые начали эту музыку, извините, использовать, пусть в своих инкарнациях, начали использовать. Я говорю, в первую очередь, о Руслане, которая дико танцевала на веровидении. Почему? Да потому что, не потому что кто-то что-то скатал. Нет. Сегодняшний мир ждет этого. Это как просто ожидание нового слова. У Руслана это слово оплатилось таким образом. У Олежки Скрипки это воплотилось в его фольклорных фестивалях. Еще у кого-то в других инкарнациях. Но главное, что этот музыкальный поджанр или музыкальная сфера оказалась очень адекватна сегодняшним. Как ни странно, 21 веку. Вот и все. Расскажи, пожалуйста, о своих проектах. Мы так коротко коснулись, но поподробнее. О детских проектах творчества как продюсер. Как здесь компьютерная составляющая работает? И что ты делаешь здесь? Ну, действительно, вот эти воплощения, и Синтикова, и прочее, и все эти наброски, они, конечно же, имеют четкое и внятное воплощение. Финальное. Поскольку цель-то какая стоит. Финальное к чему-то это, извините, приложить. Ну, вот одним из приложений, в частности, для детей, на протяжении, боюсь, переборщить или недоборщить, может быть, 20 лет, есть титульная какая-то тема, скажем, которая вот так вот совершенно на уровне какой-то спонтанной импровизации родилась, в каком-то там древнем 80-м каком-то году, и сегодня с успехом продолжает воплощаться в детскую аудиторию практически всего мира. От Гонконга до Чили, или Мексики, или Голландии. Это я веду речь о театре пластической комедии «Мимиричи». Конечно, эта же тема сегодня претерпела новую инкарнацию, так что модное слово «ремикс». Да, мы можем увидеть. Редактор субтитров А.Семкин Расскажи, как родилась вот эта известная мелодия, которая вообще, говорю, на слуху? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да на студии я баловался, благодаря информационным технологиям. Только в ДЗЗ появилась многоканальная запись. ДЗЗ – это дом звукозаписи. Это где-то точно в 83-84 год. Только появилась многоканальная технология, где можно было скорость монитофона. Тогда не было компьютера многоканальных, как вот мы этого видим, забудьте. Был большой жирный монитофон с такой пленкой. И мы начали накладывать разные выходки. То есть выходки. Мы понижаем скорость, я пою. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И потом каким-то образом появился крючок. Володя Крюков, тогдашний руководитель и постановщик коллектива. Саня, это музыка, это наше все. Прошло какие-то 3-5 лет. Коллектив мощно причесал тогда западную Германию. Позже восточную. А теперь и весь мир. И вот каким-то таким образом музыкальный… Ну, это стало джинглом. То есть вот тема олицетворением коллектива, который, собственно, и сегодня есть его визитная карточка. Но вот мы уже смотрели. Вот в новой такой, ну, назовем там хип-хоповой инкарнации. Вот. Или, например, мультипликат. Но как можно представить сегодняшний мультипликат без электронной палитры тембров? Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Это фрагмент из мультика, который за последние 5 лет получил не менее 5 призов на самых различных кинофестивалях. Дело в том, что режиссер и автор сценария Наташа Марченкова и она дала полную свободу. Никаких текстов. То есть никаких говорящих, бормотачих субъектов, которые, как правило, говорят какой-то полуграмотной мовою. То есть весь мультик только музыка и рисунок. И вот, может, благодаря этому сложился вот такой для детей, наверное, ну, такой веселый праздник «Яблоки-гусениц». Обычный мультипликат, который дети понимают, как мы понимаем трехмерное искусство, может быть, для детей. Все-таки двухмерный мультипликат – это нечто осязаемое. И более того, оно может быть воспроизведено. Детки рисуют. Мои детки, бывает, сидят и балуются мультипликатой, какие-то рисуют двухмерные с точки. Ну, моделировать еще рановато. Вот мы поговорили о том, как используется компьютер с точки зрения создания какого-то микса. Новые звуки, новые тембры, новые инструменты создаются с помощью этого? Ты вообще просто используешь это? Безусловно. Ну, для этого, собственно, даже если мы увидим эту клавиатурную составляющую, вроде бы здесь все просто, да, какие-то пакеты кнопочек. Программировать звук или создавать его – это уже третья составляющая, опять-таки, вот этого процесса. Но все-таки пугать детей какими-то особыми, не беспрецедентными звуками, ну, по-моему, недостаточно умно. А как вообще новый создается звук? То есть берется какая-то заготовка, и там что-то меняется, какие-то синусоиды? Как правило, это делается с нуля. Как правило, это делается с нуля. Причем, как ни странно, это делается путем многократного миксования каких-то звуков. Вот так вот, буквально такое. А потом этот звук, как правило, сегодня же древчатит о сэмплинге. То есть оцифровывание нашей речи, этого звука и так далее. Когда это все вместе замешивается, потом положим, воспроизводится в обратную сторону. То есть реверсивно получается какой-то неожиданный звук. Это может быть какое-то извержение вулкана или какая-то краска для кино. Вот это вот создание шуовой палитры кино, это, по-моему, еще одна составляющая для IT-технологий и, собственно, композиторского или продюсерского участия в этой технологии. Вот это можно посмотреть. Поручик! Стоять! За мной, поручик! Давай! Гони! Саша, твоя точка зрения о роли композитора в жизни общества и о роли компьютера в жизни композитора. Ну, какая интересная взаимосвязь. Но дело в том, что как бы там не банально было, кто-то говорит, что я работаю для себя. Ну, многие вот есть такой кружок композиторов, они все работают для себя, эти стосы нот. Понимаете, какая штука? Не услышав, не имея фидбэка обратной связи между собой, своим творчеством и тем, как это творчество воспринимается, по большому счету, то ты не можешь считаться композитором, потому что только во взаимосвязи, в обратной связи наступает постижение цельности тебя, как творца. Вот эти разлогойствования, что «а как же так-то, Моцарт так рано умер, он бедненький, в бедности прозябал, а как же Ветховен?» «Никто не слышал, он был глухой». Его слушали все. Истории о бедности Моцарта, мягко говоря, преувеличены. Так же, как роль, как сказки о роли или беспрецедентной роли симфонизма в современной музыке Советской России и так далее. Дело в том, что это такие долгоиграющие сказки, люди, не имеющие обратной связи. Тогда не было технологий звукозаписи, тогда не было компьютеров. Но Моцарт, извините, был придворным композитором. И те его создания, которые он доносил до слушателя, он их доносил не просто для себя в партитуру, чем грешат сегодня, так сказать, целый сон наших творцов. Именно поэтому он оттачил свое мастерство, начиная от обучения Виталия в юном возрасте и кончая, извините, последнего дня своей жизни. То же самое касается практически любого композитора. Поэтому человек, работающий только для себя в кастрюле под названием некое абстрактное будущее, по-моему, это преувеличение, по меньшей мере. Теперь информационные технологии. Ну, с одной стороны, я уже говорил, что без них, я не знаю, на пианино я бы лобал. И что-то творил бы, и все это переносил бы в ноты. Но сегодня процесс переноса нот, то, что сыграно было только что, и перенесено это в вопрос одной кнопки. Так не потому ли сегодня с таким трудом происходит процесс появления нового в стенах академических заведений, музыкальных, учебных? Да потому что конструктивизм, заучивание бедных мытсил, которые завтра пополнят когорту безработных композиторов в своем кружке, Может, поэтому они стали такими консервативными, что они учились в консерватории? Может, именно информационная технология откроет завтра путь каждому, каждому из нас? Человек-то творец от рождения. И только информационная технология сегодня позволяет смонтировать клип дома, смонтировать музыку дома, нарисовать какой-то фантастический калаш, создать фантастический калаш дома. Так может быть, именно эти технологии признаны открыть человеку то, к чему он исконно стремился. Беспосредственно учебных заведений, специальных знаний, да масса примеров этому уже на Западе существует. Возьмите Петом и Тинни, человек не знает нот. Возьмите Сэра Маккартни, он не знает нот. Но зачем это нужно, если у человека есть что сказать, если у него есть творческая харизма? А вот эти коробки, вот эти шкварки, как мы их называем, эти синдюки и компьютеры, это именно тот инструмент 21-го и будущих веков, который поможет нам, всем нам, стать творцами и принести свое творчество в палитру того, что мы сегодня называем музыкой. Она этого достойна. Научно-технический прогресс не остановить, и в музыке он только помогает. Совершенно точно. Итак, компьютеры – это средство, которое позволяет композитору более полно раскрыться, получить фидбэк и просто сделать нашу жизнь прекраснее. Спасибо, Александр. Спасибо тебе.